Мы собрали тех, кого не взяли к себе, то есть они приходили на просмотры, мы нашли в них таланты, собрали их вот как Мстителей. У нас нет никакого другого выхода, кроме как побеждать. Он показал, что тот наш маленький для него. Вот маленький, а мисс Дэдамолтха. Кто тебя тренировал забивать из Душанбе в Вильнюс трехочковый? Это фирменное. Если ты показал, что ты пола его банала и это пол блокировки, тогда я заблокировал весь русский шоу-бизнес. А что касается девочки, девочки девятилетней, она что делает в коллективе? Она забивает хотя бы иногда? Салют, дамы и господа, вы на канале Родина Медиа. Заканчивается регулярный чемпионат, осталась парочка игр. Мы идем на первой строчке, надеюсь, что сегодня мы победим, потому что к нам придет наш медиадиректор Атар Кушанашвили. У нас нет никакого другого выхода, кроме как побеждать. И, так сказать, добрый путь с первого места в плей-офф дальше разносить всех. Атар сказал, что он будет сегодня болеть, а после этого поедет к нам в офис Родины Медиа с игроками для того, чтобы разобрать интересные моменты и посвятить вас в баскетбольную терминологию жестов. Это означает, что скоро кто-то от Атарика получит юлей за кулисы. Поэтому этот выпуск будет не только развлекательный, но еще и информативный. Поэтому ставим лайк, подписываемся и давайте смотреть! Пацаны, нас, как вы знаете, уже начинают чуть поддушивать, да, но мы это уже проходили сто раз. Без разницы, как-то нас пытаются сортировать, да, какие у нас статусы, там, забирают, отнимают. Пусть за другими командами следят, нам похуй. Если мы сегодня опять будем едины, как всегда, то мы победим. Нас уже сместили с первого места, да, а нам надо доказать, что неважно, как мы заберем этот кубок, надо сегодня две игры забрать. Аманка усилились, вчера смотрела их игры. Есть четыре хороших пацана, то есть не надо расслабляться. Я вас верю, вообще нет сомнений, немножко сконцентрировались в начале. Один за всех и все за одного. Родина Медиа! Друзья, я хочу вам напомнить, что Фонбет является партнером и спонсором нашей команды Родина Медиа, а еще футбольного клуба ЦСКА, локомотив сборной России и титульным спонсором Фонбет Кубка России. Специально для вас по промо-коду Родина вы сможете получить 2000 фрибетов и забрать их в удобном мобильном приложении. Переходи по ссылке, закрепленной в комментарии, получая свой бонус и повышая интерес к спорту вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Давай! я смотрел в телевизионном формате баскетбол который длился 19 часов 45 минут потому что судья свистел каждые я его свисток и секунды я терял интересы кто бы там не играл к этом сегодня я увидел клиповые клиповое действие ну скажите мне почему в этой игре столько для меня нового не при что это такое вообще почему 10 минут почему когда 4 очка взрывается надпись под названием атор пошел и что это такой это новый баски расскажи мне про него раньше его был вот как раз такой скучный баскетбол который вы видели на телеке это все убираем забываем и оставляем только самое лучшее броски сверху дальние трехочковые и вот самое главное эмоции и короткую площадку чтобы не нужно было долго и быстро бегать а можно мне попросить вас объяснить мне обещали объяснить мне эту игру с помощью когда видео мы тут нарезали моментика опа успевать его помочь и родина в атаке походе и походе 1 туда трибуны 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 баланс не слышим трибуны вы где команда петру разгоняет очередную атаку санечка давай-давай разомну тебя чуть-чуть давай-давай отдыхай отдыхай сайт а вторая играешься здесь ты все сделал сгоняться фон просил на дуге пришла передача от пива вау пил из-за дуги еще три балла туда алина выходит сухарь и шеф давайте мужики алина пожестче пожестче алина алина хайрулина ну что давай давай Встали, вдали, вдали, но по крайней мере, я думаю, еще будет обязательно шанс. Сухарь, 8 секунд, Алине, Алине, Алине вячь! Давай, давай! Алина! Давай, мы все верим тебе! Еееет! Это Алина, она с нами, это просто зона трешка, это и есть, Медя. Ну, согласны, сделали шоу, да? Все, все подтверждают, да? Алина, супер! Ребята, на последних секундах наша Алина забросила трехочковый, это было нереально круто! Вот это вот пауза, момент и вот просто в кольцо. Расскажи, что ты чувствовала? Ой, это было такое, знаете, затаило дыхание, я чувствовала, что ведь тоже затаило дыхание. Да, так и было. Я прям на секунду тоже отключилась. Эмоции просто безумные, спасибо за возможность, что выпустили, спасибо Сиваде, что дал возможность бросить. Мы еще с ним стояли перед штрафным, он мне такой, я тебе дам возможность бросить, забери сразу мяч. Я такая, о да, спасибо! Вообще, это было просто безумно и я очень горжусь собой и Родиной Медя. Мы тоже тобой гордимся. Я еще, кстати, видела, что во время игры тебе Саша показал такой, типа, давай там с ними пожестче. Да, он сказал, двоечку пропиши, когда играли с тобой. Ну, да, я думаю, что они просто в этот момент был, когда меня просто не заметили, но нормально, там не критично было. Но, когда первый раз через меня забили, я сначала такая, так, надо немножко все-таки реально пожестче. Собраться. Да, да, и вот после этого я уже включилась, прям реально уже была готова двоечку прописать. А что касается девочки, девочки девятилетней, она что делает в коллективе, она забивает хотя бы иногда? Сегодня она забила. О, куда ты? И я так снисходительно к ней отнесся, да она чемпион. У нас нет никакого другого выхода, кроме как побеждать. Сама мысль о том, что мы кому-то можем продуть, глубоко оскорбительно для меня. Человека, для которого понятие Родины является как понятием предоплата для Киркорова. Для меня это священное. Посмотрите на себя. Самые красивые, умные, атлетичные, маскулинные, антитоксичные парни на земле. Пойдите и засуньте и матроски в верновые полости. Что с вами такое? Друг за друга и за Родину вместе! Мы собрали тех, кого не взяли к себе. То есть они приходили на просмотры, мы нашли в них таланты, собрали их вот как Мстителей. Это же надо понимать, что ребята настолько молоды. И такое испытание, каждая игра. И какое-то воодушевление, которое переполняет любого. Я принимал участие в спортивных состязаниях. У меня все время было. Представляете степень воодушевления и беспокойства людей за результат? Но это Родина медиа. Все преодолевают беспокойство и побеждают. Для Петруненко нет пробежки в данном моменте. Шум на дугу. Петру получает, атакует и попадает. Есть! 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 Шум хорош. Алекс Петру – это фирменная. Есть! Есть! Вторая трешка. Я люблю тебя! Кто тебя тренировал забивать из Душанбе в Вильнюс трехочковый? Как вот сегодня было? Вот так, потом этим. Как, блядь? Я думаю, вот его атакуют. Тебя атакует грузовик с ногами этот. Он, он лег на тебя. Он вот так на тебе лежал. Вот так. Как ты из-под него, как ты из-под него забил трехочковый? Объясни мне. Я почувствовал. Наитик. Наитик. Ты сейчас что-то почувствовал? Погоди. Сейчас почувствовал. А почему четыре и зажигается в центре? А это такой бонус. Нововведение. Что оно означает? Тридцать секунд и не три очка, а четыре очка. Из этой точки. Петру снова на дуге. Третий раз бросать не будет. Ты сыграл через завтра. Монсот зажигается. Ашин из-под кольца. Зауронен медиа. И дюрах фирменный. Объективный судья. Надо признать, что я отвык от объективных судей. В любом виде спорта. И чем он вернулся на площадку. Может быть сейчас его мощь пригодится. Пригодилось. Он показал, что тот наш маленький для него. Вот маленький. Возьми в Кутаиси маленького. С вами затощебец. Вот я хочу вам сказать по поводу игры, которую я видел. Вот этот жест, кстати. Это очень унижает людей. Когда он показывает в адрес коллеги. Это я могу за пределами площадки так относиться к игрокам. Потому что для меня это зрелище. Но если ты играешь против своего собрата по игре. Показывать вот так. Это унижение. Это трешток. Тарик. Он хавронья. Он ничего больше не может показать. Он так наклонился и пернул три раза. Еб ты. Ему нужно перестать пережирать. Еб ты. А я думаю, что я попадать начал. Давай посмотрим, как Фил Вау будет пытаться продавить хавана и пробежку делает Фил Вау. Эй! Эй! Какая пробежка! Эй! Раф! Что такое буллит? Вот в этом. Мне Саня Текила сказал. Кто-то ну не смог пробить. Фил, да. А почему они коснулись друг друга и барышня показывает. Потому что наш игрок сделал пробежку. Как раз вот это. Вот это, да. То, что ты знаешь. Вот это. Она тоже знает только. Это нарушение. Атар, мы как раз про жесты заговорили. Вот у нас есть несколько загадочек. Вот этот жест как раз. Что означает в баскетболе? В нашем баскетболе. А, в вашем. Я подумал, что это означает песня года Игоря Кутова. Это означает, что скоро кто-то от Атарика получит тюлей за кулисами. Правильно. Это буллит как раз таки. Вот мы сейчас обсуждали. Это буллит. Да. Когда ты хочешь разобраться один на один с кем-то, ты сразу показываешь и выходишь один на один. Это судья показывает? Нет. Сам. Я решаю сделать буллит. И я показываю сразу. Все, пойдем один на один. Вот такое правило. Ты решаешь сам. Метр восемь и ты решаешь что-то. Ну вот. Пожалуйста, дальше. Дальше загадку давай. Окей. Вот такое движение. Вот так. Поехали. Четвертый состав грубый блестящий и так выступал в Риге. Одна из них. После бальзама Рижского в оркестровую яму. Особенно, когда вот так сделала. Там сзади подсвечка. Я был пьяный. Я на туда. Я не знаю. Вот это что? Это фолл блокировки. Что это? Блокировка. Если ты показал, что ты пола его банала, это пол блокировки. Когда я заблокировал весь русский шоу-бизнес. Ну вот так, как судим это объяснить, а? Дальше загадку. Пока не отгадал, будем честными. Дальше загадку. Вот этот жест. Не, ну этот-то я знаю. Это тайм-аут или что-то. Минутная пауза или что-то. Пошли вы. Или что? Близко. Почти, да. Не-не, ну что? Это близко, да. Очень. Это я видел часто вот это вот. Судья, когда понимает, что ты сказал ему чуть-чуть лишнего. Или повел себя неправильно. Как я. Он тебе сразу технический фол зажигает. А, вот оно что? Вот так вот. Как раз таки. А если два таких, то пошел мало. Хоть одну я должен угадать. Окей. Да, давай, давай так. А, ну можно так, да. Это танец шалахо двелиский. Вот так и начинается он. Вот так начинается он. Тан-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это как? Это по мотивам фильма Мимино. Что это означает? Два ведения. Что это значит? Двойной. Вы так говорят, как будто я в НБА играл ее. Ведешь мяч сначала. Да. Что он взял в руки? Все, ты по идее не можешь уже ничего кроме вышагивания делать, либо передач или броска, но ты опять начинаешь вести мяч. Решил, что тебе нужно еще пойти. Все, забирают мяч, показывают. Какое в этом новом виде баскетбола, которое интереснее, чем то, во что играл Мозглор. Гораздо интереснее. За восемь часов, что я его наблюдал, не забивший хотя бы раз за 36 миллионов долларов в год. Хочу вас спросить. Какое правило самое раздражающее действующих игроков? Я думаю, пробежка. У меня пробежка сто процентов. Да, скорее всего. Нет. Вот самая бесящая. С размером ноги 50. Стоишь на боковой линии, и ты получаешь мяч, и ты заступаешь вот пяточкой, потому что у тебя нога, блин, не помещается на храчковую. Они видят это и свистят. Площадка маленькая, лыжи огромные. А у тебя 22-й размер. Да у меня там в детский мир я закупился. Восхитительно, что у ребят есть чувство юмора и самоиронии, которое позволяет им на мои пещерные шутки не обижаться. Филстойка не попадает. Серафий Машин на подборе. Браво. Давай, давай, работаем, работаем. Сильнее, сильнее, сильнее. Ханиль, тоже врага. Какая защита от родины меди. Петру. Алекс Петру. Это выдающийся, выдающийся капитан. Ха-ха-ха. Да, легенда. О, Петру. Вращается на периметр. Стойка. Три очка. Взбирает мяч, заигрывает Погодин они вместе с Сухарем. Макс еще. Хорош, Санчес. Браво, Сань. На счет-то Карастин падает, но на этом все, именно так заканчивается встреча. И посмотри, они показывают гайсы, вы слишком маленькие, и смотрят на «Кара» и Стихо. Э-э-э-. Арн Entertainmentimetern conversions. я так понимаю что все что вы мне объясняете все это придумано и реализовано с целью сделать игру зрелищный чтобы глаз не оторвать сегодня ты видел это но просто как вот я сейчас скажу очень весную вещь скорость динамичность мобильность это вот как хороший клип какой-нибудь древний рок-н-ролль rolling stones когда миг джаггер не остану просто вот вот вы просто не останавливать если берем быструю песню это вот настоящий рок-н-ролл это относится и как способу жить моему и вашей игре сегодня просто какой-то феорической я думал я приеду ну думал это будет 8 часов будет мозгов какой-нибудь который в 9 19 раз не попадет из 19 я тут потом я вынужден буду какие-то рекламные вещи говорить а мне даже не приходится придумывать блестящая игра приеду на следующий приеду болеть на вас по его что родина как вы делаете как родина и крик крик родина медиа блеск был не говорите хорошо при мне я не антиса чехова ты видел мне подобного хоть одну и божью что ты хорошо говоришь говорит великолепно отарик вот наконец научился прошу вас